Здравствуйте! Это информационная программа «Республика» и я, Ольга Григорьева. Мы познакомим вас с событиями дня. Начнем сегодня с новости, которая обычно завершает информационные выпуски с погодой. Снегопад, пришедший к нам из центра России, всерьез угрожает дорогам столицы и автомагистрали, которые проходят через нашу республику. Городские службы рекомендовали всем автомобилистам не выезжать без надобности на дороге Чебоксар вплоть до утра 5 декабря. А руководителям дорожных предприятий и управляющей компанией максимально эффективно организовывают работы по расчистке улиц, тротуаров и пешеходных дорожек от снега и гололеда. Очистка города от снега на контроле у заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Герман Александрова. Сегодня он призвал руководителей оперативно проводить все работы. О смене погоды коммунальщики были предупреждены. По словам Германа Александрова, исполнительская дисциплина некоторых предприятий ЖКХ и управляющих организаций, отвечающих за очистку от снега, пока оставляет желать лучшего. Перед коммунальщиками поставлена задача очистить от снега до 7 утра все магистральные дороги, бордюры, тротуары, ведущие к остановкам и сами остановки. Сегодня с утра на улице Чебоксар уже выехали пескоразбрасыватели. Дороги обрабатывались песчано-соляной смесью в два этапа и по утвержденным маршрутам. Всего днем на магистральных дорогах работали 68 единиц техники и 4 бригады дорожных рабочих, 104 человека. А через несколько минут в 8 часов вечера на улице столицы выйдет ночная смена. 40 рабочих и 50 единиц техники продолжат ликвидировать последствия дневного снегопада. Условия у них будут не самые благоприятные. При нулевой температуре возможен ледяной дождь, гололед. Ветер восточный с переходом на южный до 9 метров в секунду, с порывами до 17. Завтра днем синоптики прогнозируют до минус 5, чтобы исключить ситуацию выходных, когда 200-километровая пробка парализовала движение на автодороге Москва-Санкт-Петербург, Управление дорог Волга в режиме онлайн отслеживает дорожную обстановку. С утра на трассе М7 и на всех дорогах федерального значения, которые проходят по территории республики, усилена работа подрядных организаций, которые занимаются содержанием дорог. Если в обычные дни на дороге выезжает от 24 до 28 единиц техники, сегодня на дороге 61 единица работает, которые производят очистку проезжей части и также обрабатывают проезжую часть песчано-соляной смесью. На спусках и подъемах организовано дежурство комбинированных дорожных машин, которые и чистят дорогу, и обработку производят. Также дежурят тягачи для буксировки в основном тяжеловесных машин, которые идут с перегрузом и летней резиной и не могут самостоятельно подняться в гору. Ситуация в режиме реального времени отслеживается Центром управления производством. Задействована здесь информация получается трех метеостанций, которые расположены в Москокосах, Хыркосах, Цивильске, с девяти видеокамер на шести участках автодороги М7 «Волга». Это Сурский подъем, Москокосы, Хыркосы, Кугейси, Цивильск и Тюнерский подъем. К другим новостям. Итоги модернизации образования подвели сегодня на расширенном заседании коллегии отрасли. О том, что удалось, что осталось невыполненным и что предстоит сделать уже в следующем году, говорили педагоги, руководители учебных заведений, главы муниципалитетов. Основные показатели озвучил министр образования Владимир Иванов. В текущем году в обновление материальной технической базы образовательных учреждений вложено около 2,5 миллиардов рублей, в том числе 900 миллионов из федерального бюджета. Большая часть средств, миллиард 600 миллионов, потрачена на капитальный ремонт. Еще 700 миллионов на компьютерное, учебно-лабораторное, медицинское оборудование, модернизацию пищеблоков. Впервые бесплатными учебниками обеспечены все ученики первых-вторых классов и 80% третьих-четвертых классов, а также все дети из социально незащищенных семей. Построены шесть новых детских садов на полторы тысячи человек. До конца года достроят еще пять. Могло быть семь, но подрядчики в Чебоксарах и Чебоксарском районе свои обязательства не выполнили. Оба объекта переносятся на следующий год. Особое внимание Владимир Иванов уделил работе по повышению заработной платы педагогов всех рангов. В результате принятых мер к концу года средняя цифра у школьных учителей должна составить 15244 рубля, или 88% от средней по республике. У детсадовских работников с учетом декабрьского повышения 12836 рублей, или 80% от средней республиканской. Однако повышение проходит не везде ровно, по целому ряду обстоятельств. Это вызывает недовольство в педагогических рядах. Министр образования пообещал сделать систему распределения средств более прозрачной. С учетом того, что с 1 января запускается госстатистика в разрезе каждой школы по мониторингу зарплаты, и при том это будет уже доступно в интерактивном режиме, то у нас появится механизм реально увидеть картину как в разрезе каждого образовательного учреждения, так и в разрезе муниципалитетов. Поэтому, я думаю, в январь-февраль мы проведем и семинар сегодня в декабре со всеми учреждениями, чтобы грамотно провести мониторинг, проанализировать каждую ситуацию и, соответственно, принять решение. К разговору о зарплате подключился и глава республики, потребовав ответа у каждого руководителя отстающего района. Когда общеобразовательные школы выплачивают получку какого числа? 25-26-го? Вот мы договариваемся, профсоюзу тоже, Зая Николаевна прошу взять на контроль, партийный, общественный контроль. Вот в числах 28-29-го будем подводить итоги. Михаил Игнатьев напомнил и об обязанностях глав муниципалитетов по привлечению в отрасль молодых специалистов, поручив им в ближайшее время провести совещание с директорами школ, где предметно с аналитикой, выводами и конкретными предложениями обсудить кадровую политику. По сравнению с другими регионами Российской Федерации у нас показатели достойны, я хочу сказать. То есть в целом комплекс мер применяем, мы справляемся с вами. Но вот те вещи, которые сейчас мы как раз обсудили, я сам лично решил поинтересоваться, ответов почти что не получил, друзья, товарищи. Поэтому вам надо здесь потянуться. И как раз обсуждаем вопрос. И вопрос у нас в повестке дня задачи на 2013 год. И все украшения мы должны исправить уже в начале календарного 2013 года. Еще одно поручение всем руководителям образовательных учреждений и отрасли в целом. К 1 октября 2013 года обеспечить 100% охват детей питанием в школьных столовых. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии готовится послание главы Республики к Государственному Совету. Это основополагающий документ. В нем, как правило, дается оценка основных успехов и наиболее важных проблем. Формулируется программа работы правительства Госсовета, органов местного самоуправления на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, что хотят услышать жители Чувашии в этом документе. Чтобы побольше детских площадок было и как можно больше детских садов. Чтобы дети были заняты чем-то. А также много культурных центров. Мое пожелание, чтобы поменьше машины стояло под окнами во дворах. Потому что нечем дышать. Пенсионерам тем более. Больным людям. Вот на проспекте Ленин, например. Вот дворы все забитые машинами. Как заведут с утра, так и фортики не откроешь. Благополучие. Надо все-таки побольше рабочих мест. И чтобы те предприятия, которые сейчас уже плохо работают, сделать так, чтобы не было бы у нас безработных. И чтобы наладили сельское хозяйство. Побольше бы наши промтрактора, выпускали бы мини-трактора. И были бы они по такой цене, чтобы каждый мог купить. Или хотя бы там кредит, или как оформить. Вот это было бы большое дело и подспорье. И молодежь наша тогда бы больше держалась в деревнях. И все поля обрабатывали. Проблема, которая касается особенно молодежи, это проблема с жильем. Очень трудно молодой семье сейчас купить собственное жилье. Проблема квартплаты сейчас у пенсионеров тем более. Сегодня о поддержке малого и среднего предпринимательства говорили на круглом столе в Национальном музее. Российские предприниматели в ожидании солидного финансового транша. Депутаты Государственной Думы предлагают увеличить капитализацию банка поддержки малого и среднего бизнеса. Предполагается, что корпорация получит до 500 миллиардов рублей. Для российской экономики этот сектор играет огромное значение. Будущее только за такими предпринимателями, признали участники совещания. Им помогают, но финансовых средств всегда недостаточно. Необходимы дешевые кредиты. Всем желающим их готовы предоставить в российском банке поддержки малого и среднего бизнеса. В корпорации разработаны специальные программы, но информация об этом почти не доходит до адресатов. Потенциальных получателей льготных кредитов в республике много. За последнее время банк выделил около полутора миллиардов рублей. К этой сумме можно прибавить и субсидии. Как итог, в Чувашии растут инновационные производства. На такие региональные власти должны сделать ставку, говорят эксперты. Главное создать на местах безбарьерную среду для необычных проектов. У нас республика электротехническая. И действительно, у субъектов малых. У нас есть электротехнические проекты очень интересные. Приборы строительные. А производство строительных материалов, такие материалы, которые являются водостойкими, очень теплоемкими. То есть, они, ну, такие современные материалы, они очень дорого стоят и могут применяться в строительстве эффективно. В том числе для нашей Чувашии. Сейчас только вот приезду сюда, как раз на другое мероприятие, молодой человек ко мне подошел, мой студент, в прошлом. Сказал, что он разработал капуста-уборочный комбайн. И собирается его презентовать. А точки роста мы это считаем, поскольку именно от этого зависит диверсификация экономики. И это, вот если можно так сравнить, точки опоры нашей экономики, чем их больше, вот этих вот маленьких ножек, да, тем лучше, тем устойчивее мы будем стоять на ногах. И это абсолютно правильно, что здесь, в республике, это выделяется внимание. Но я считаю, что можно было бы не больше. Республиканские чиновники становятся более открытыми. Сегодня об этом говорили участники круглого стола по журналистской этике. Главных редакторов газет и членов общественного совета за ним собрало Министерство печати и информационные политики Чувашии. Мой коллега Дмитрий Ковалев тоже побывал на этом заседании и готов рассказать о том, что там обсуждалось. Этические вопросы в сфере СМИ регламентирует отдельный кодекс. Пожалуй, в числе его основных можно выделить такие правила. Говорить правду, обходиться без плагиата. На заседании просто не могли не вспомнить об этом документе. Не соблюдая простые правила, журналисты могут поплатиться должностью, работой, бдят над этим сразу несколько органов. К примеру, комиссия по этике. Правда, жалоб сюда не поступало давно. Затронули участники круглого стола непростую тему – взаимодействие журналистов с различными органами. Несколько лет назад добиться официальных комментариев от компетентных органов было сложно. А информация о ЧП или каких-то инцидентах доходила с большим опозданием. Скрывать информацию от всеобщей гласности принято и сегодня. Но подвижки в этом вопросе наметились. На совещании зашел разговор о недавнем пикете, который устроили верующие прямо около Дома правительства. Информация об этом появилась на официальном портале органов власти. Чиновники становятся более открытыми, подмечают члены общественного совета. Предлагаю послушать комментарии министра информационной политики Валентины Андреевой. Наш созданный портал ГАПРУ – тот инструмент взаимодействия власти, общества, бизнеса, инструмент открытости действий. Его сегодня посещают в месяц полмиллиона человек, полмиллиона, ежедневно более 30 тысяч. События с универсальной карты, я специально накануне встречи посмотрела статистику. У нас посещаемость взлетела. Она и так высокая. На втором месте после пенсионного фонда. Среди всех органов власти страны второе место после пенсионного фонда. На круглом столе зашло речи о развитии информационной среды в республике. Уже в следующем году в Чувашии появятся две новые радиостанции. Одна из них – радиотаван, на волне стоит РИФМ. Новое средство массовой информации будет отличаться от всех. Ставку его создатели делают на информации, аналитики. Для себя мы приняли, ориентируемся, да, с учетом того, что какие мероприятия, процедуры необходимы для того, чтобы запустить радио, где-то мы ориентируемся, наверное, на август. Желательно, может быть, ко дню города Чебоксара мы стараемся. У нас такие планы, по крайней мере, стоят. Министр подметила и тот факт, что, несмотря на развитие интернета, до сих пор популярными остаются и районные издания. Их общий тираж увеличивается с каждым годом и на сегодня составляет 85 тысяч экземпляров. Интернет-источники рассказали сегодня об обысках в рабочих кабинетах сити-менеджера Канаша Родиона Мясникова и его заместителя по финансам Иосифа Яковлева. Их провели оперативники УФСБ по Чувашии. После обысков оперативники предложили Мясникову и Яковлеву проследовать за ними, сообщает информационно-дискуссионный портал Корпункт РФ. В пресс-службе УФСБ по Чувашии информацию об аресте не опровергли, но комментарии об обысках и чуть ли не задержании сити-менеджера города Канаша и его заместителя по экономическому развитию и финансам давать отказались. По данным источников, причиной проведенной в городадминистрации Канаша мероприятий явились подозрения в причастности чиновников к неким финансово-криминальным событиям. Одноруких бандитов продолжают выявлять полицейские. Охотники до незаконной организации горного бизнеса все еще остаются. Чаще всего предприимчивые граждане грешат установкой игровых автоматов. Только с начала года полицейские изъяли более 420 одноруких бандитов. Накануне часть их была уничтожена. На днях на территории одного из чебоксарских предприятий были уничтожены игровые автоматы, изъятые сотрудниками полиции в ходе специальных рейдов по выявлению и пресечению фактов незаконной организации и осуществлению деятельности в сфере игорного бизнеса. Это мероприятие было инициировано территориальным управлением Росимущества в Чуварской Республике. Сегодня у нас последний этап по работе с консискованным имуществом. Эта работа очень трудоемкая и длительная. Осуществляется прием на хранение данного имущества. В соответствии с требованиями законодательства проводится экспертиза этого имущества, оценка, а последний этап – это уничтожение. Под пресс пошли 30 игорных столов и 84 игровых автомата. Это часть всего изъятого сотрудниками полиции в этом году. Всего за истекшие привод по городу изъятого пола 400 игровых оборудований, по которым в настоящее время проводятся проверки. По фактам выявленных нарушений выносятся судебные решения, про результаты которых данное правовое оборудование, как вы видите, сейчас уничтожается. Общая сумма наложенных штрафов на организаторов только различных лотерей с начала года составила около 6 миллионов рублей. Кроме того, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в отношении одного из чебоксарских предпринимателей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Их богатство – десятки тысяч советских кинолент. В фонде не только известные всем картины, но и редкие видеокадры. Сохранить все это до наших дней удалось благодаря работникам «Чувашкино». Студия отметила свой 85-летний юбилей. Первый фильм здесь сняли в 1926 году. Волжские бунтари довольно долгое время удивляли чувашских зрителей, а потом отправились и во всесоюзный прокат. Для основателя национальной кинокомпании это был поистине звездный час. Правда, он продолжился недолго. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Вот они – уникальные кадры первых чувашских фильмов. Их режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский начинал все с нуля. Зарождение национального кинематографа для тех лет стало настоящим вызовом. Но взяться за это дело было просто необходимо. Интервью, которое видели немногие, о том, как создавалось чувашское кино. Хотелось в одной картине рассказать, показать, честную чувашскую жизнь. Это, конечно, был ваш любимый. Ну, нам отступать было нельзя. Народ ждал чувашскую картину. Начинать и продвигать что-то новое Максимову-Кошкинскому было не привыкать. Первый чувашский актер – руководитель профессионального театра. Только он мог подарить жителям республики что-то необычное и неслыханное. В этой киноиндустрии ему не было равных. И всегда по тернистому пути режиссера сопровождала супруга Татьяна Юн. Она исполнила главные роли во всех его картинах. Но многие фильмы зрители не увидят уже никогда. В начале 30-х годов режиссера репрессировали, а его ленты уничтожили. Профессиональное кино в Чувашии снимать перестали. Сейчас в фондах сохранены уникальные материалы. Казанская кинохроника, советская классика. Некоторые фильмы даже удалось перевести на чувашский язык. Архив пополняется любительскими видеокадрами. Их собирают у обычных людей. Они тоже истории. Они нам частные архивы сдают именно в наш государственный архив. Это тоже является одним положительным примером. Чтобы наш государственный архив, кинофонд, он действительно должен развиваться, пополняться в фильмофонд. Вот фильмофонд, лучшие российские фильмы должны быть, как говорится, в нашем архиве. И в конце концов, вот этот фонд должен служить народу чувашскому. В архиве подобных кинокомпаний фильмы отборные, которые без скромности можно назвать достоянием народа. Их показывают молодежи, организуют киносеансы даже на селе. Несколько раз в год Чувашкино проводит встречи с известными актерами и режиссерами. Особенно часто в республику приезжает автор проекта «Тайны дворцовых переворотов» Светлана Дружинина. В этот раз она презентовала свой новый фильм «Охота на принцессу». Возвращаю вам вашу прекрасную богиню Диану, ваше отечество. Благодарю вас. 18 век, который многие называют женским. На престол приходят императрицы, которые не готовы к власти. Анна Иоанновна зачитывает своим поданным уникальный манифест. Наследником станет еще не существующий ребенок. На принцессу устраивают настоящую охоту. Ведь на кону все российское государство. Исполнительница главной роли в кино дебютант. Признается, что постичь съемочный процесс было непросто. Помогали старшие коллеги. У нас были съемки, когда съемочная смена начиналась в 8 утра и заканчивалась в 5 утра следующего дня. То есть для съемок я специально обучилась верховой езде, фехтованию. Очень многое. Ты должна быть сыта. Тебе должно быть тепло, чтобы ты не заболела. Ты должна высыпаться, чтобы ты хорошо работала. Подсказывали какие-то профессиональные моменты, которых безусловно не хватало. Потому что когда в первый раз оказываешься на съемочной площадке и столько всего тебя сразу требуют. Там какие-то меточки по ним надо ходить. Здесь твое освещение, здесь освещение твоего партнера. А свет, звук еще играть надо. Да вы что, это все я? Все от меня хотите? Фильм получился качественным, дает сама себе оценку режиссер Светлана Дружинина. Многие критики называют его подлинным историческим документом. Правда и без авторских штрихов здесь не обошлось. Вторые, третьи персонажи, которые, может быть, отсутствовали или присутствовали под другим именем, чтобы не дробить кино, я их объединяю вместе. Вот здесь есть такая роль Регины в исполнении Анечки Терековой, моей любимой актрисы. В ней соединены три персонажа. Но это ни в коем случае, это не первая, не главная роль. А все, что касается главных ролей, вот Анны Леопольдовны, Ленар, Анны Иоанновны, это я стараюсь сделать сознательно, потому что я не хочу выглядеть некрасиво перед зрителями. Самое главное, чтобы меня историки не ругали. Снимать эту картину, признается Дружинина, приходилось на чистом энтузиазме. Финансирование небольшое. Пробить такую ленту на экраны кинотеатров еще сложнее. Ставку прокачки делают в основном на зарубежные фильмы. На большие экраны охота на принцессу попадает только благодаря региональным киностудиям. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Все главное в судьбе человека начинается со школьной скамьи. Какой бы ни была дальнейшая жизнь выпускников, в судьбе каждого школы оставляют свой след. Вот уже 75 лет каждое утро школа номер 6 столицы Республики открывает свои двери в мир науки и знаний. Появилась шестая школа постановлением Совнаркома Чувашской автономии по улице Ленинградской в суровом 1937 году. И только потом, спустя 35 лет, была построена новая, уже на Чапаева, которая и стала называться средней школой номер 6. В школе существует кадетское движение. И школа является участником республиканского эксперимента по апробации модели кадетской школы кадетских классов. В рамках модернизации образования школа стала участником и получила новое оборудование для школьных столовых. Кроме этого, мы участвуем и являемся экспериментальной площадкой по апробации оксфордского учебника по иностранному по английскому языку. На праздник пришли почетные гости – ветераны педагогического труда, учителя, выпускники и сегодняшние ученики школы. Открыла праздничный вечер презентация. На белом экране, словно калейдоскоп прожитых лет, появлялись фотографии, а ведущие рассказывали об истории создания школы, о директорах, возглавлявших это образовательное учреждение в разные годы и учителях. Можете увидеть и педагоги с гитарой, и дети, всевозможные кружки. Для меня, конечно, 14 лет, проведенных в стенах этого учебного заведения. Годы были сложные, 90-е, начало 2000-х годов. Но, вы знаете, осталась в памяти самая добрая, самая светлая. Многое сделали педагоги, чтобы поддержать детей, родителей, чтобы каждый день учебы в этой школе был радостным. Каждый период истории школы заслуживает самостоятельной книги, как и судьбы ее выпускников. Александр Рыбаков и Сергей Тюмеров прямо со школьной скамьи ушли защищать родину от фашизма. Из-за выпускников-фронтовиков их осталось только двое. Шестая школа по праву гордится своим воспитанником Элли Юрьевым, создателем чувашского герба и флага. Здесь начинал свой путь в этнопедагогику знаменитый Геннадий Волков. Школа – это храм науки. Главным его достижением во все времена были и остаются дети. Трогательное выступление воспитанников школы искусств стало приятным подарком в этот праздничный вечер. Школьники и учителя С приходом первых морозов на небольших реках, озерах, прудах образовался тонкий и очень ненадежный лед. Именно по этой причине каждый год фиксируются случаи гибели людей, решивших прогуляться по такому ледяному покрову или порыбачить. В ночь в Оксарске довольно много любителей подледного лова рыбы. Эту категорию граждан смело можно отнести к группе риска, так как многие из них уже начинают выходить на лед в стадии его становления, чем подвергают себя неоправданной опасности. Многие рыбаки добираются до любимых мест лова на автомобилях, выезжая на непрочный лед. Инспекторы ГИМС настойчиво напоминают, что первый лед очень опасен. Он только на вид кажется прочным. На самом деле он тонкий, слабый и не выдерживает тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Необходимо подождать, когда лед под воздействием мороза станет толще и прочнее. Не пренебрегайте правилами безопасного поведения на водоемах. Берегите свою жизнь и жизнь своих детей. Галина Титарчук, Республика. И еще о зимних опасностях. 4 декабря в Республике объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра местами до 20 метров в секунду. Гололед. Будьте осторожны на дорогах и помните, телефон экстренной службы 01 для всех абонентов сотовой связи 112. Доступен даже при нулевом балансе. А у меня на этом все. Берегите себя и до свидания. Италия близко. Беатричи. Изысканность. Чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатричи. Мегамол. Мультибрендовый бутик Стрекоза.